Добрый день, дорогие телезрители! Вас приветствует программа «Дамский калейдоскоп» и мои ведущие Анна Березина и Марина Яковлева. Лето, пора отпусков. Благоприятное время для восстановления сил, здоровья и приобретения новых впечатлений. Каждый строит свой отпуск по возможностям и предпочтениям. Кто-то едет за границу, кто-то считает, что лучше российского курорта не найти, а кто-то просто отдыхает на даче у местной речки. Отдыхают люди по-разному. Будь то активный отдых или пассивный, а главное, чтобы он приносил удовольствие и заряжал до следующего отпускного сезона. О самых популярных направлениях расскажет наш гость, сегодняшний директор по маркетингу туристической компании Мария Конобеева. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу программу. Ну и давайте начнем с вопроса о самых популярных направлениях этим летом. Каждый турист стоит перед выбором. Остаться отдыхать в России, либо уехать за границей. Конечно, большинство граждан нашей страны выберет отдых на своей территории. Порядка 70% туристов, которые выбирают отдых, они выбирают отдых на российских курортах. И здесь выбор практически не ограничен ничем, только фантазией и бюджетом наших отдыхающих. Во-первых, туристов ждут курорты Краснодарского края. Это Анапа, Геленджик, любимые всеми Сочи, Туапсе и другие популярные курорты, и здравницы, знакомые нам еще с советских времен. Во-вторых, конечно, топовое направление – это присоединенный к нам вернувшийся Крым. Наверное, половина туристов, которые предпочтут отдохнуть в этом году на Черноморском побережье, выберут отдых именно на курортах Крыма. Крым обещает в этом году побить все рекорды посещаемости и говорит о том, что миллионы и миллионы российских граждан придут отдохнуть именно в Крым. И не стоит забывать о такой соседской стране. К нам не относящийся, но пользующийся популярностью и доступный в пешеходном доступе от Сочи – это Абхазия. Абхазию на туристическом рынке не принято считать за границей. Это практически территория соседняя с нашим государством. И отдых в Абхазии очень любим. Очень любим, особенно самостоятельными туристами, с семьями, с детьми, поскольку там спокойно, там очень чистое море, там прекрасная природа, достаточно низкие цены, натуральные продукты. Абхазия пользуется большой популярностью. И те туристы, которые по каким-то причинам предпочтут отказаться от отдыха в Сочи и в Крыму, в России, они могут выбрать отдых в Абхазии. Набирают популярность отдых в Калининграде. Это одно из новых направлений – Балтийское море. Поскольку Калининград представляет собой прекрасное сочетание и экскурсионной программы, насыщенной и очень хорошего отдыха. Там сосновые леса, Курская коса – это очень полезно для здоровья. Пусть, конечно, море гораздо холоднее, чем любимое нами Черное Средиземное море, но, тем не менее, возможности для отдыха великолепные. Если говорить о России, очень активно продвигается, и будут туристы, которые воспользуются таким отдыхом. Развивается Приморский край, развиваются туристические возможности Приморского края, и люди европейской части России могут поехать в Приморский край, насладиться совершенно другой природой, совершенно другим непривычным морем. И такие заявки, запросы есть, и туроператоры предлагают такие туры. Это если мы говорим об отдыхе в России. Что касается отдыха за рубежом, набор у нас достаточно ограничен. Что пользуется популярностью в этом году российских туристов? Пальму первенством делят три страны. Неделя от недели они немножечко колеблются в том, кто становится лидером. Таких направлений всего три. Это Кипр, Греция и Тунис. Тунис стал доступной и достаточно бюджетной альтернативой пляжам Египта, пляжам Турции, которые для наших туристов недоступны. Соответственно, получить экзотику в виде африканской страны с её самобытностью, с её белоснежными песчаными пляжами, чистейшим морем, можно за сравнительно небольшие деньги и всего за четыре с половиной часа перелёта из Москвы в Тунисе. При этом большой популярностью пользуется в Тунисе курорт остров Джерба. Это такой эконом-вариант райского острова Баунти, где посреди моря расположен остров, уставленный отелями. Он предназначен исключительно для отдыха туристов. Никакой другой хозяйственной деятельности на острове нет. Он очень любимо нравится туристам, это очень красиво, это потрясающие закаты, это любимый всеми all-inclusive огромная территория отеля, и туристы очень часто выбирают именно отдых на острове Джерба. Если мы говорим об отдыхе в Греции и на Кипре, Греция давно любима россиянами, и многие не изменяют своим традициям каждый год отправляться в Грецию, благо греческие курорты настолько разнообразны, это и отдых на островах, это и отдых на Крите, это и отдых на материковые части. Плюс данное направление доступно из очень многих городов России. Туристу не обязательно лететь в Москву, чтобы отправиться на отдых, есть прямые рейсы, которые связывают и Санкт-Петербург, и Уфу, и Казань, и Самару с этой замечательной страной. Плюс в Греции достаточно низкие цены для обывателей и туриста. И есть любимые нами отели All-Inclusive. Хочу немножечко остановиться на этой теме, почему сейчас российский турист выбирает все больше и чаще отели All-Inclusive либо полный пансион. В связи с ослаблением рубля позволить себе полноценное питание на европейских курортах за евро. Может позволить себе не каждый. Посчитайте сами, 7 ночей, 8 дней вам нужно позавтракать, пообедать и поужинать. В среднем ужин у двоих обходится в 20 евро. И стоимость питания на отдыхе может составить 2-3 стоимости самого тура. Поэтому туристы предпочитают оплатить на месте, подобрать через туроператора заранее программу, которая предусматривает полноценное питание, чтобы нести минимальные издержки уже непосредственно на отдыхе и не думать о том, хватит денег на качественный отдых или не хватит. И вернемся к Греции. Греция последние 10 лет в связи с активным развитием туристического потока из России максимально пододвинула свои отели по качеству, уровню обслуживания и услугам к любимым нами ранее турецким отелям. Соответственно, российский турист может выбрать отель, в котором будет анимация, детские клубы, несколько бассейнов, спа-салоны, несколько а-ля карт ресторанов, ни в чем себе не отказывать и практически не выходить за территорию отеля, получить все краски отдыха и за сравнительно небольшие деньги. Немножечко по другому пути идет Кипр. Кипр предлагает больше молодежный отдых. Это тусовочные города, это такая Ибица в миниатюре. Молодые путешественники, которые любят ночные клубы, любят танцы, зажигательный отдых, яркие вечеринки, они выбирают Кипр, поскольку за сравнительно небольшие деньги отели категории 2-3 звезды предлагают очень неплохой сервис, очень вкусное недорогое питание, небольшая дальность лета 3,5-4 часа из Москвы. Молодые туристы получают все, что они хотели за сравнительно небольшой бюджет. Но при этом на Кипре есть отели для семейного отдыха и замечательные тихие лагуны, где можно отдохнуть с детьми. И взрастные путешественники тоже иногда выбирают Кипр, а не российские санатории, поскольку там есть и Таласа-программы, и восстанавливающие программы, и есть туры с лечением. В принципе, каждый турист сможет отыскать что-то для себя интересное. Если говорить о других странах, которые привлекают туристов, безусловно, это Болгария, которая всегда была второй здравницей на Черном море и любима нашими мамами, любима нашими молодыми туристами, очень часто используется как место отдыха бабушек и внуков. Самая популярная продолжительность тура в Болгарию – три недели. Путевку покупают старшему поколению семьи, добавляют туда детей, и счастливо бабушки и внуки отдыхают в течение трёх недель, получают... отдыхают в течение трёх недель, поправляют здоровье, загорают, набираются сил и возвращаются обратно домой. Вот. Если говорить о Болгарии, то это средний ценовой диапазон, это санаторий, это уровень наших профилакторий, это 3-4 звезды. Вип-сектор, пятизвёздочные отели в Болгарии пока не развиты. Поэтому туристы, которые выбирали для себя отдых в фешенебельных отелях Турции либо Египта, наверное, альтернативы в Болгарии не найдут. Они выбирают другие направления. А какие, например? Есть очень качественный отдых в Испании, есть очень качественный отдых в Италии. Причём там может найти себе подходящий тур, как турист с ограниченным бюджетом, так и человек, жаждущий лакшери отдыха, шикарнейших отелей, яхт, стоянки и шленовских звёзд в ресторанах. Туры бывают всякие. В принципе, вот этим ассортиментом европейских направлений, Греция, Кипр, Болгария, Испания, Италия, основной спектр доступных направлений и ограничен. Тунис у нас стоит немножечко особнячком, и он у нас выглавляет именно африканские направления, жаркие страны. А Марокко? Марокко только-только набирает популярность на российском рынке. Рейсы в Марокко стоят лишь из Москвы. Соответственно, туристам других регионов необходимо добираться из Москвы, чтобы поехать в Марокко. Марокко второй или третий год продвигает себя на российском рынке и пока ещё не завоевал вот именно свою ту категорию людей, которая станет их постоянными туристами. При этом, конечно, у Марокко большие возможности. Они могут быть неплохой альтернативой тому же самому Египту, но всё-таки арабские страны российских туристов не то чтобы пугают, но сдерживают от покупки. Ну а за какой период времени? Вы сейчас рассказали нам весь диапазон, куда можно путешествовать именно в этом году. За какой период времени планировать путешествие для того, чтобы сэкономить? Правда ли то, что если мы заранее за 2-3 месяца покупаем путёвки, то это будет дешевле, чем, допустим, за 2 недели? Могу сказать, что популярные, хорошие, любимые туристами отели в Краснодарском крае, в Сочи, хорошие отели в Крыму начали бронировать туры ещё в январе месяц. Люди, которые заранее планируют свой отдых, привязаны жёстко к графику отпусков, чётко знают, в каком отеле они хотят отдыхать. Как только у туроператоров появились первые цены на летние заезды, пошли бронирования в эти отели. Поскольку на сегодняшний день хороший номерной фонд в том же самом Севастополе, в той же самой Феодосии, в Ялте, на пиковые даты летнего сезона, конец июля, начало августа, уже забронирован. Отыскать хороший номер, отыскать хороший отель по вменяемой доступной цене сейчас на Черноморском побережье очень сложно. Человеку приходится выбирать либо брать номерной фонд, это пансионаты, это какие-то не самые удобные номера, третий этаж без лифта, какие-то эконом-варианты, которые не успели ещё разобрать. Либо покупать очень дорогие частные объекты размещения, и стоимость отдыха может быть в 2-3 раза выше, чем вы изначально рассчитывали. Поэтому мы нашим туристам рекомендуем на будущее об отдыхе в России задумываться заранее. Что касается отдыха в Европе, здесь немножечко другая ситуация, поскольку отели европейские заполняются не только российскими туристами, и есть свои праздники, своя сезонность. В Испании пока ещё достаточно средних гостиниц, среднего ценового диапазона, среднего качества обслуживания в Греции с хорошими отелями уже начинает такая вот лёгкая напряжённость есть. То есть вы можете забронировать на середину июля тур в тот отель, в который вы хотите, в котором вы можете отдыхать, а можете уже и не забронировать. То есть есть определённые риски. К началу июня забронировать хороший отель в Греции будет уже невозможно. По нашему опыту. И турист оказывается в такой ситуации, когда он оставляет заявку, надеется на один отель, приходится перебронировать на другой. И до трёх-четырёх переброней, и две недели в полном ожидании, что же в итоге у туроператоров осталось, а не осталось практически ничего. И вместо четвёртой звезды на самой береговой линии вы оказываетесь за полтора километра до пляжа, где-нибудь в трёшке, причём под тем же самым деньгом, на которое вы рассчитывали изначально. Вот, в этом есть риск. Всё-таки горящие туры для нашего туриста – это либо самое начало сезона, когда только-только начинаются полётные программы, но в этом случае ещё не до конца прогрето море, либо это конец сезона, когда море уже тёплое, но сезон заканчивается, дети идут в школу, все возвращаются обратно домой. И что-то ещё может остаться. Да, и что-то ещё может остаться. Вот, всё-таки именно об отдыхе в середине лета лучше задумываться заблаговременно. Мы рекомендуем туристам, во-первых, обязательно оформлять страховку. Есть такая замечательная вещь – страховка от невыезда. Она спасёт ваши деньги, спасёт ваши нервы, если вы по каким-то причинам не смогли улететь. Состояние здоровья, не вышли визы, что-то случилось, какие-то дополнительные форс-мажоры. Практически на все такие случаи есть страховка от невыезда, стоит на самом деле недорого, но помогает сэкономить свой ущественный ваш бюджет на отпуск. И мы рекомендуем заранее людям оформлять шенгенские визы. Когда у вас есть открытые визы, вы можете позволить себе практически всё, да, и в любой момент. Купить даже горящий тур успеть. Да, и купить даже горящий тур в Европу. Спасибо. Спасибо большое вам за участие в нашей программе. Спасибо. Ну, а мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня была директор по маркетингу туристической компании Мария Конобеева. Ну, а наша программа продолжается. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Детская мода в своём развитии и масштабности ничем не уступает взрослой. Здесь также есть свои каноны отличного стиля, а также тренды сезона, которым стоит следовать. И сегодня можно заметить, что большинство детских вещей просто напоминают уменьшенные модели того, что можно встретить в отделах одежды для взрослых. Эта тенденция длится уже несколько лет, и главная её идея состоит в том, чтобы родители могли одеть своего ребёнка так, как бы они хотели одеваться сами. Об этом подробнее расскажет сегодняшняя наша гостья. В студии у нас Наталья Бурдина, дизайнер детской одежды компании Lucky Child. И, конечно, очаровательные детки, которых мы уже посмотрели, увидели. Это дефиле своеобразное детей. Конечно, они здесь навели много шумонов. Навели порядок нашей студии. Но вы знаете, что мы заметили? Им было комфортно, свободно, и они были стильно одеты. Да. Это и есть как раз самый главный тренд новой индустрии моды для детей. В общем, надо сказать здесь, что это направление достаточно новое. В истории индустрии моды, которая насчитывает много веков, так вот детская мода, ей, наверное, лет 200, не больше. Раньше, в принципе, всё было похоже и на нынешние времена. Мамы и папы одевали своих детей точно так же, как они одевались сами. Но здесь стоит отметить, что интересы ребёнка в данном случае были несколько ущемлены, потому что их в буквальном смысле затягивали в корсеты девочек. Девочек, мальчики тоже были они очень комфортно одеты. То есть они были достаточно скованы в движениях, и сейчас нынешние времена принципиально отличаются. Наверное, это и есть принципиальное отличие нового времени. Отличие нового времени и детской моды. То есть детская мода отличается от взрослой тем, что она комфортна, удобна, да? Да. В первую очередь во главе угла, конечно, ребёнок. И всем мы дизайнеры, мы заботимся о том, чтобы в первую очередь ему было комфортно, легко и свободно. Ну, в общем-то, так, как мы видели только что. Ну, а если говорить о новинках этого сезона, что сейчас актуально? Ну, опять же, следуя этой логике, мы, дизайнеры, разрабатывая одежду для детишек на следующий сезон, мы, конечно, также просматриваем тенденции для взрослых. То же самое в данном случае, если мы говорим о текущем сезоне, очень моден синий конкретно. То есть синий просто хедлайнер сезона. И его и тоже, кстати, в синий. Тёмно-синий, да? Вот так, да, да. Да, тёмно-синий, такой тёмно-чернильно-синий цвет. Он очень актуален, он присутствует у мужчин, у женщин, ну и, конечно, у детей. Цветочные принты. Кстати, да. Да, да. Они всегда актуальны. Хотела сказать про пастельные оттенки. Точно так же, да. Это пудровые оттенки, нежная мягкая пастель в разных интерпретациях, начиная от мягкого голубого и заканчивая там розовым и так далее. Тоже мягкими оттенками, бирюзовыми в том числе. Также до сих пор модна полоска. То есть вы это точно так же видели в предыдущем дефиле. Полоска всегда модна. Модно сочетание контрастных цветов. То есть это всё следует, ну, в общем, достаточно сезона в сезон. И произрастает из взрослой моды. Конечно так. То, что модно у взрослых, то и перепискает. Переходит, естественно, на детскую моду тоже, да? Безусловно так. Существуют огромные трендсеттерские агентства, которые диктуют нам новые тренды для взрослой одежды. И мы им следуем. И точно так же заимствуем какие-то новинки технологии, какие-то новые там полотна, что-то ещё. То есть это всё. Изначальная точка, конечно, это взрослая мода. А какие ткани сейчас в моде? Главная тенденция, конечно, это, опять же, комфорт. То есть, как мне кажется, индустрия моды поиграла во все синтетические, разные технологические материалы и так далее. И она всё-таки возвращается, опять же, к интересам человека. Ну, в данном случае для нас герои – это дети. То есть это должно быть комфортно. Это органические волокна. Это натуральные ткани. Хлопок. Да, да, всё-таки так. Лён. Да, хлопок, лён. В данном случае я, как дизайнер марки детской одежды, мы работаем исключительно с трикотажем сейчас, потому что это самый комфортный материал. Всё-таки он пластичен в достаточной мере. И деткам, конечно, удобнее в этой одежде. И мы производим одежду для самых маленьких детей в том числе. То есть это речь идет о том... Как ты бы сказал на ножки, да, вот в старых годах, или даже для новорожденных? Вы знаете, нет. У нас ребёночек только родился, он уже может примерить наши одежды. Ух ты, ничего себе. Это российская, вот российская... Компания Lucky Child, да? Компания Lucky Child. Это российская марка. Сейчас наше время, мы очень активно развиваемся. И, в общем, для наших детишек мы работаем. Старайтесь, да. Это здорово, да. И прекрасные какие модели, и ничем не отличаются, так сказать, от образцов. Да. Лучших. Опять же, могу отметить, что сейчас даже есть такой тренд, который называется мини-ми на английском языке. Ух ты. То есть это уменьшенная копия, как бы. То есть это прямо такое направление, да. И некоторые марки, мы пока не можем похвастаться этим, мы не шьем одежду для взрослых, но есть марки, которые делают просто дуэтами. Это для мамы, это для дочки. Они абсолютно одинаковые в дизайне и просто выполнены в разных размерах. Это очень многих забавляет, и это, на мой взгляд, интересно. Это очень интересно. Наталья, интересно, а детки с удовольствием примеряют и надевают вашу коллекцию компании Lucky Child? Я думаю, что да. Мы это видели на съемках и лукбуках, то есть они с удовольствием все это вытаскивают, примеряют. Но это детки, которые уже побольше, а те, которые маленькие, ну, все-таки до года. Мне кажется, что это все-таки радость для родителей в первую очередь. То есть мне кажется, что детская мода для грудничков это в первую очередь удовольствие для родителей, которые хотят видеть своего малыша хорошо и модно одетым. А ведь, говорят, с детства все равно даже на враждену формируется вкус к вещам, каким-то красивым, сдущим. Я, конечно, уверена. Что с чем сочетается, даже у девочек как-то прививается вкус, воспитывается с детства. Да, и это есть тоже часть нашей миссии. То есть я как главный дизайнер, я очень много об этом забочусь. Мне очень хочется, чтобы... Я даже чувствую за это ответственность. Мне хочется, чтобы дети, которые прикасаются к нашей одежде, чтобы они уже понимали, потому что они более успешно войдут во взрослую жизнь, они должны быть уже подготовлены. Конечно, да. То есть и с мамами точно так же я общаюсь, я всегда говорю, мамы, вы должны понимать, от вас так же зависит, конечно, будущее ваших детей, даже пусть так это звучит патетически, но это так и есть. Но это на самом деле так, да, и в будущем восприятии мира и всего. Конечно, да. И каждое место в социуме. Поддержки встречают. Да, это справедливое правило. И мы делаем мамам акцент на то, что они должны уже сейчас думать о том, как дети смогут справляться с костюмом, когда они немножко подрастут. Я считаю, что наша одежда для них – это как раз отличный материал. Ну да, на самом деле интересная коллекция была, да? Да, очень. А как давно существует ваша компания Lucky Child? Компании 6 лет, она очень активно развивается на рынке. И у нас есть хорошие события. Буквально вчера наш основатель компании был признан предпринимателем года. Ух ты! Да. И, в общем, я надеюсь, что сейчас для нас это новая ступень. Спасибо. К развитию, да. Скажите, ну а ценовая политика намного отличается? Или как-то все-таки выгоднее российскому покупателю, потребителю покупать нашу одежду? Детскую, она как-то дешевле, как-то есть заинтересованность наших покупателей? Да. И у нас широкий рынок. То есть мы работаем буквально, мы охватываем всю географию нашей страны. И я не могу сказать, что наша одежда гораздо дешевле, потому что мы работаем с очень качественными материалами, мы очень большое внимание уделяем разработкам и технологий. На мой взгляд, это не может стоить очень дешево. Мы не работаем в эконом-классе, но, тем не менее, мы сейчас заметно выгоднее для масс. Для аналогов западных, скажем так. То есть для российских компаний сейчас, в общем, неплохое время, если так можно сказать. Даже, можно сказать, хорошее. Хорошее. Да, хорошее время, потому что сейчас все российские дизайнеры продвигают. Я как человек, работающий в этой индустрии, я работаю еще со взрослыми марками, знаю многих дизайнеров, и я чувствую, что сейчас время подъема. Абсолютно точно так. Мы рады, потому что мы радуемся, что мы уже посмотрели мир, и мы везем оттуда какие-то идеи. И придумываем сами. И придумываем сами, можем. У нас много талантливых людей, и ткани мы можем купить. Все, все у нас. У нас все равно открыты нам все дороги, все. Все возможности. Я абсолютно уверена. Я очень рада за наших коллег, которые сейчас имеют возможность для развития очень хорошего. А скажите, интересно, Наталья, откуда вы берете идеи, вдохновляетесь, чем, когда создаете? Коллекция – это все-таки детская мода, она особая. Понятно, мы сегодня сделали акцент на комфорте, удобстве, но все-таки мы увидели такую стилистическую направленность, морская синематика. Что сейчас еще моды, может быть, откуда вы берете эти идеи? Ну, я, наверное, не открою секрет, как многие дизайнеры делают, они, так же, как и я, я просматриваю буквально весь подиум насквозь, весь мировой подиум насквозь. То есть я черпаю идеи оттуда. Возможно, многие как-то действуют иначе, но для меня очень важно быть в контексте. То есть когда проходят мировые недели моды, я сажусь, в том числе и московские, конечно, я сажусь и просматриваю. Да, я достаточно быстро это анализирую, у меня достаточно большой опыт, я занималась аналитикой в том числе, и мне сразу понятен весь набор тенденций, и я уже могу их интерпретировать для детей. Если, ну, я должна быть уверена, конечно, все-таки у нас есть отдел маркетинга, я должна быть уверена, что моя фантазия найдет отклик в сердцах мам, и они ответят для нас, ответят мне своим вниманием. Поэтому я, конечно, изучаю еще тенденции детского рынка в том числе. То есть, скажем так, если коротко, то сначала я изучаю, что происходит в индустрии моды вообще. Потом дальше я делаю из этой выборки уже что-то, что можно действительно предложить родителям как интересный продукт. И в том числе, конечно, мы еще изучаем и анализируем детские выставки. То, что происходит в России, в мире, именно в этой индустрии детской одежды. То есть, есть выставки, которые мы посещаем, смотрим, и вот из этого облака информации как раз и рождаются новые коллекции. Новые идеи, новые коллекции. То, что касается коллекции, которую вы видели, это интерпретация, интерпретация, наверное, вечной темы. То есть, морская тема. Ну, это еще Кокошанель задала. Конечно. Такой маленький капитан вышел в пизачке. Да, да, да. Молоска, морская тематика. Конечно, да. Это была очень популярная тема. Если вы посмотрите исторические фотографии детишек маленьких, вы наверняка вспомните. Матроска все. Матроска. Матроска. Это начиная, наверное, ну, не наверное, а точно с середины 19 века. Вот эти малыши в матросках, ну, это было просто правило хорошего тона. То есть, каждый мальчишка должен был иметь такой костюмчик. А почему именно детская мода? Почему вот вас заинтересовала? Может быть, взрослая ведь как-то проще вроде бы кажется. Почему? Да, я отвечу. Я думала об этом. Когда мне предложили работать в компании, я думала. Потому что для меня, человек, имеющий опыт работы во взрослой, в издательском бизнесе в том числе, тоже касающемся индустрии моды, ну, для меня это был вызов. И я думала, смогу ли я, и нужно ли мне это. Но я поняла, что это очень важный и следующий даже этап. То есть детская не проще, чем взрослая. Ну, совсем нет. Может быть, там проще с технологией иногда. Но детский сегмент – это очень ответственно. Мы только что об этом говорили. Когда ты одеваешь одежду, придумываешь одежду, когда ты придумываешь одежду для маленьких будущих взрослых, ну, честное слово, я постоянно чувствую ответственность за то, что я должна сделать хорошо. Чтобы они выросли и стали уверенными в себе. Чтобы их даже имело какой-то след в их жизни. Ощущение вот это передать во взрослую жизнь, да? Конечно, да. То есть я сейчас совершенно серьезно вам это говорю. Я об этом много думаю. То есть это очень важно. То есть воспитание. Вы просто как стоите у истоков буквально. Скажем так. Даже так. Это очень важно. Что важно и ответственно, очень серьезно. Это очень интересно. Да. И, знаете, есть еще один момент очень забавный для меня. Малыши, они… Это такой очень динамичный клиент. То есть даже те детки, которые с нами принимают участие в съемках наших лукбуков или там в наших дефиле, он вчера буквально только родился. Сегодня он уже бегает, завтра он уже разговаривает во все. То есть я вижу эту динамику, и это для меня очень забавно и интересно. В основном. Это увлекательно. И вы создаете еще по этим возрастам одежду, да? И тогда это вообще… Это для меня действительно очень интересный процесс. Ну, вам только удачи в продвижении вашей марки, компании «Лаки Чай». Это удачи. Вы делаете непростое, сложное дело, но у вас очень здорово получается. Мы сегодня это увидели. Спасибо. Было очень интересно сказать. Спасибо. Спасибо. Ну, а нам остается напомнить, что в гостях у нас сегодня была дизайнер детской одежды компании «Лаки Чай» – это Наталья Бурдина. Ну, а наша программа продолжается. Оставайтесь с нами. Самый впечатляющий вид искусства заставляет нас переживать, возбуждать и будоражить. Посредством танца можно выразить себя, расслабиться и отогнать от себя ненужные мысли. Профессия хореограф, несомненно, творческая, требующая эстетического восприятия окружающего и умения перекладывать мысли в танцевальные движения, понятный для зрителя образ. И сегодня у нас в гостях необычные гости. Это приглашена артистка Большого театра России, педагог-хореограф Анна Елисеева. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу программу. Но еще предстоит нам увидеть выступление ваше, да, оригинальное, авторское. Ну, а сейчас скажите, что такое для вас вообще танец? На самом деле танцевать я начала с 7 лет. Меня отдала в кружок мама. Как сейчас помню, это был дом культуры. Я была самая маленькая и ходила я в старшую группу. Почему? Потому что я очень быстро переросла с верстниц, и мне хотелось больше раскрыться. Мне хотелось танцевать с партнером. А партнеры у нас были только мальчики уже более старшего возраста. Вот, собственно, я так попала уже в более старшую группу. И танцевала с мальчиками, очень стеснялась, потому что я была самая маленькая. Но впоследствии во мне это воспитало какое-то стремление расти вверх все время. И когда я переехала уже в Ярославль, из Подмосковья, я загорелась, мама меня отвела в другой кружок, я занималась индийскими танцами. И мой педагог, спасибо ей большое, она зародила мне вот это желание, чтобы танец стал моей жизнью. И тогда я уже пошла учиться на хореографа. Я хотела передавать это искусство детям, взрослым. Хотела ставить танцы, сама танцевать. И, собственно, я закончила Ярославское училище культуры. Там получила огромный опыт, диплом красный, методику. В меня все заложили, что мне надо. Я не только умею танцевать, но я могу и научить. Преподавать еще танец. Преподавать, да? И вы преподаете, да? Да. Ведете? У вас школа своя есть, да? Да, у меня есть своя школа. Я всегда об этом мечтала. Я для себя выбрала такое направление, называется полдэнс. Это танец на пилоне акробатический. Когда я училась в университете культуры, он еще только у нас начал появляться. Только начали появляться первые школы, первые такие робкие шаги. И мы с моей партнершей в будущем, с девушкой, с которой вместе преподавали в другой школе, решили, а почему бы не попробовать? Почему бы не открыть свое? Там дальше были долгие поиски помещения, значит, оборудование. Все это было ново. Кто-то даже там говорил, ой, девочки, как же так? Пилон, что это за занятие? У тебя же высшее образование, ты же получаешь образование высшее. Как так? Да, я тогда выбрала для себя направление, потому что там можно реализовать не только свою хореографию и научить людей, но это еще большая физическая активность. То есть я на руках вытягиваю свой вес тела, это физическое развитие. Все мышцы тела работают. Да, это, собственно, это полет, это воздух, это танец. То есть ты не ограничен ни в чем. Ты не обязательно можешь только на полу танцевать. Ты можешь танцевать наверху, ты можешь делать трюки, ты можешь делать парные какие-то поддержки. То есть это все очень интересно. И тогда мы открылись с моим партнером, с Олесей, школу, и начали обучать людей. Я удивилась, что очень много народу сразу захотело заниматься. Тогда, я помню, с рекламой была не очень знакома. И какие-то там робкие, ой, я открыла школу, ой, приходите ко мне на занятия. Вдруг у меня собралась группа. Причем пришли разные люди, которые никогда не занимались танцами. Также пришли профессионалы. Были у меня девочки-акробатки, и больницы были. И, собственно, вот этот рост, благодаря тому, что я обучаю людей, я сама росла, я стала участвовать в соревнованиях. Моя партнер тоже, Олеся, стала участвовать в соревнованиях. Первые кубки, первые грамоты, победы. И мы стали расширяться. Сейчас у нас большая школа, два филиала. Мы обучаем людей от мал до велика. У нас есть, допустим, девушка, которая приходит со своим малышом. То есть у нее ребенок занимается, а она занимается. На пилоне. На пилоне, да. То есть все возрасты могут заниматься люди, девушки, женщины на пилоне? На самом деле мы все-таки стараемся немножко ограничить возраст. И если в группы, то набираем деток не младше 13 лет. Все, что младше, конечно, это нужен максимальный контроль. И желательно заниматься индивидуально. Если уже решили на пилоне, то лучше индивидуально. Потому что маленькие дети, за ними нужен постоянный контроль. Конечно. Взрослым можно показать, сказать, ну вот смотри, Маш, делаешь так, делаешь так. И то, если идут более сложные трюки, нужно поддерживать, обязательно смотреть, не дай бог там, что. А с детьми это совсем проблематично. Соответственно, когда ребенку уже там 13-14 лет... Уже понимание происходит, что может, что везде опасно, да? Да, да, уже больше развита координация. Уже ты ребенку можешь объяснить, показать. Потом показать на нем. Потом уже можешь отойти, подстраховать где-то сбоку. А с малышами так не получится. С малышами нужно прямо вот возле них сидеть, заниматься. Вот, поэтому все-таки в группу там от 12-13 лет. А что, какой-то верхней грани у нас на самом деле нет. Нет, да? У нас занимается... А кто был, какого возраста, интересно, самый старший был? Ну вот у нас есть девушка, которая занимается растяжкой, если мне не соврать, 53 года. А мужчина приходил, по-моему, ему даже за 55. Ну, надо с какой-то подготовкой спортивной или танцевальной. Люди просто так вот с улицы, которые никогда не занимались, ну, там, грузные какие-то, толстые там, или какие-то... То есть они же не смогут, это же очень трудно, это силовая действительно нагрузка. Вот у меня есть история. Мне подруга моя лучшая говорит, к тебе придет девушка заниматься, я тебя ей посоветовала. Она очень закомплексованная. Она работает на серьезной работе, постоянно ее карандаш, значит, там, пуговички все застегнуты, все, она очень закомплексована, очень сжата. Ей нужно немножко хотя бы дать волю, у нее там уже и стресс, и все такое. Значит, девушка ко мне приходит, действительно, все сразу налицо. Координация плохая, зажатость, нога там выше 45 градусов не поднимается, танцевать мы вообще не можем. То есть если я, допустим, показала и отошла, человек стоит, он не знает, что ему делать, шаг вправо, шаг влево, все, там больше не работает ничего. Спустя 4 месяца эта девушка уже сама импровизировала. На самом деле импровизация – это намного сложнее, чем все трюки вместе взятые, потому что трюку я могу научить поэтапно, помогая, придерживая танцу, не научить никогда. То есть если у тебя нет внутри вот этого полета танца, ты не сможешь импровизировать. А импровизация – это тем более. Тебе нужно простроить комбинацию, каждый свой шаг ты придумываешь сама. Вот эта девушка у меня начала импровизировать. Это для меня большой такой скачок вверх был. Несмотря на то, что я учу людей сложным трюкам, каким-то облетом, стойком, для меня это ничто по сравнению с тем, что девушка у меня просто начала танцевать. Вот это самое важное. Поэтому я всем говорю, главное ваше желание – мотивация. Если сильная мотивация есть, вы будете танцевать. Если вам это не надо, у вас найдутся причины, и, к сожалению, я не смогу вам помочь. Главное – это ваше желание. Анна, вы еще говорили о том, что снимаете онлайн-канал, где могут зрители увидеть ваши уроки, повторить. Я даже знаю, есть достижения. Да, действительно. Мой канал называется «Полдэнс Анны Елисеевой». У меня очень много последователей. Я постаралась с самого начала по шагу давать базу. Поэтому у меня могут заниматься абсолютно с нуля. Совершенно свободно. Свободно. Да, включаете, смотрите. Облючаться. Да, начиная от разминки, заканчивая сложными элементами. Ну, замечательно. А что касается одежды? Если мы танцуем на пилоне, какая это должна быть одежда? Для начала, перед занятием именно на пилоне, мы разогреваемся. Соответственно, это все, что можно себе одеть. Шерстяночки, штанишки, кофточки. Чем теплее, тем лучше. Сначала мы разогреваемся. Это либо бег, либо какая-то кардионагрузка, танцевальная аэробика, может быть, танцевальная разминка, фитнес, все что угодно. Она идет где-то 15-20 минут. Потом мы все это снимаем. Остаются шортики, топик, либо маечка. Для чего это нужно? Пилон – это полированная мачта, стальная. Соответственно, для того, чтобы удерживать себя на пилоне, если вы на высоте, тем более, вам нужно открытые участки тела. Без этого просто не получится. Если вы одеты, есть вариант китайского пилона, но это более сложный вариант. Вот этот каучуковый пилон, на нем в основном в цирке работают разные трюки с хватами со сложными. А все, что касается полированной мачты, это может каждый, и даже на первом занятии вы можете опуститься вниз головой. Для этого мне нужны участки тела, голая кожа. Да, обязательно. Чтобы контакт был с этой полированной поверхностью. Поэтому сам снаряд предполагает открытую одежду, так скажем. А если говорить о выступлениях, то это уже какая-то нарядная открытая одежда, да? Да, если говорить о выступлениях на чемпионатах, там строгий есть регламент. Обязательно, чуть ли не по сантиметрам у нас измеряются все эти шортики, топики и так далее. Да, ни в коем случае никаких сеток, имитации кожи, кожзама. Мы стараемся отойти от темы голения и раздевания, прийти к теме спорта. А в спорте, как мы знаем, там есть четкий регламент по одежде. Соответственно, у нас то же самое. Но я знаю, что и мужчины танцуют тоже на пилоне. У нас российские именно мужчины завоевывают даже какие-то особые призы. Да, это мой хороший друг Евгений Гришилов. Он у нас, я даже уже боюсь наврать, сколько раз чемпион мира и России. Это потрясающий человек у него за спиной. Тот же университет культуры, что я закончила, хореографию. У него за спиной цирковое училище. То есть он профессионал. И когда мы с ним начинали, он шел к этому постепенно. Он завоевывал какие-то места здесь, потом начал давать мастер-классы. Он потрясающий солнечный человек. Когда он уже стал пробовать себя на мире, соответственно, мир ему покорился, так скажем. И мужской полдэнс, он немножко от женского отличается. Если девушки более грациозные, они исполняют какие-то облеты, трюки в шпагаты, то мужской, он в основном состоит из флагов, облетов, стоек, различных фонжей и так далее. То есть он более сложный, возможно, даже более зрелищный. Хотя нет, наверное, девушки на меня обидятся, но девушки тоже очень здорово танцуют и трюкачат не хуже мужчин. Но мужской, он немножко другой по энергетике даже. Мужская энергетика, она более сильная, такая мощная, даже когда я смотрю... Спортивная такая больше. Да, у нас немного мальчиков, но те, которые занимаются уже постоянно в течение нескольких лет. У нас есть молодой человек, он буквально мальчиком к нам пришел. Сейчас я захожу, я вижу, что он мужчина уже с развитой мускулатурой, который делает сложные трюки. Я прям даже как-то ахнула, неужели у нас растут, можно сказать. А что это больше, танец или гимнастика? Вот что это? Или такой микс? Что это такое? Наверное, микс, потому что у нас есть разные стили. То есть у нас, допустим, есть экзотик, полдэнс. Там больше женской грации, пластики танцуются, преимущественно на каблучках. Больше хореографии околопилонной. Вот не наверху трюки, а именно околопилонной хореографии и портер. Что касается полспорта, это в основном наверху. У нас даже прописано процентное соотношение танца и трюков. А, вверху, внизу. Да, да. А вы сегодня что нам покажете? Сегодня я вам покажу микс. Это то, что я люблю, больше такой артистический. Я сегодня буду больше спортивно одета. Но вообще, когда я выступаю, я люблю, чтобы это был костюм, какой-то образ, возможно, даже какая-то история. Ну, обязательно посмотрим. Но прежде хочется вам сказать, дорогие друзья, танцуйте так, как будто вас никто не видит. Ведь это хорошее расположение духа и жажда жизни. Отличная физическая форма и повышенная самооценка, крепкий организм и позитивный настрой. Ну, а наша передача, к сожалению, подходит к концу. Мы благодарим нашу гостю, приглашенную артистку Большого театра России, педагога-хореографа Анну Елисееву за участием в нашей программе. Но впереди вас ждет сюрприз. Это выступление от Анны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...